Ну и главную сегодняшнюю новость обсудим с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Дмитрий, вас приветствуем. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Ну, столько сегодня версий, трактовок, впечатлений. Что конкретно вы сегодня с утра, увидев эти кадры, подумали и поняли? Мне все время хотелось вмешаться в разные дискуссии, которые сегодня наблюдал в соцсетях, и спросить у всех, ой, а что случилось? То есть вот когда всех предупреждали, что война, она рано или поздно придет, это еще пока Крым, который россияне считают своей территорией, хотя это территория Украины, но война рано или поздно придет туда, откуда она начиналась. Вот, и об этом предупреждали людей, об этом предупреждали власти, ну, вот оно, в принципе, и происходит, и что тут удивляться-то? Вы напали на другую страну, суверенную страну, вы убиваете там людей, вы уничтожаете там города, и думаете, что это будет все безнаказанно? Нет, это вот только начало. Смотри, а по поводу версий хотелось бы сразу у вас уточнить, потому что уже я перечитал за сегодня, ну, минимум 10 из них, это одна из версий ракетов, но самая популярная, это грузовик, который проехал на мост, который каким-то образом пропустили сами правоохранительные органы российские, еще по одной версии в этом грузовике были иранские дроны «Шахид», не менее 25 штук, но тем не менее, и подлодка даже сегодня еще была одна из версий, что прям с нее была запущена ракета «Нептун». Какой версии придерживаетесь на данный момент вы, проанализировав этот пласт просто гигантской информации? Я не хотел бы сейчас выдвигать какие-то версии, да, потому что все, что происходит сегодня в Крыму и вообще все, что происходит на территории Российской Федерации, это в любом случае последствия развязанной Путиным войны. И неважно, откуда это все прилетело, в виде ракеты, в виде грузовика, дроны иранские, не иранские, ВСУ или не ВСУ, но это не имеет вообще никакого значения. Ситуация выходит из-под контроля. Российская администрация эту войну уже не контролирует, она ее не может ни остановить, она сегодня не влияет ни на мирные переговоры, которые еще были возможны в начале войны, да, а сегодня это невозможно. Вот, и может быть все, что угодно, на самом деле. Я свечку не держал, и здесь просто выдвигать какую-либо версию я бы не хотел, но совершенно очевидно, что все, что сегодня произошло в Крыму, это очень символично, потому что это является прямым доказательством тому, что Путин терпит поражение, Путин проигрывает, Путин ничего не контролирует, и вообще Путин является уходящей фигурой. На самом деле это удивительно, что это произошло, ну, по сути, практически в его день рождения, юбилей, 70-летие, и самый главный сегодня, значит, нарратив, который я встречаю в социальных сетях, в интернете, он заключается в том, что Путину пора просто уходить, он уже ни для кого не является гарантом. Вот и все, это же самое главное. А уж кто там это взорвал, почему это произошло, это уже не так важно. Важно то, что сегодня Путин не контролирует даже свою собственную территорию, которую он считает своей территорией. Вот это имеет значение. Я думаю, что со временем узнаем, но, по крайней мере, по крупицам, если собирать факты, вот сегодня владелец взорвавшейся фуры на мосту записал видеообращение, по его словам, никакого отношения к взрыву он не имеет. Вот отрывок из его обращения. Посмотрим. Я Юсупов Самер Симон Агуев, 1996 года рождения. Случив со мной себя вот на Крымском мосту, никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя. Двоюродный брат моего отца. Юсупов Махир Насибоглы. Всю жизнь занимается грузоперевозками. Груз берет, получается, через сайт АТИ. Вот зная российские порядки, Дмитрий, а какой переполох это может вызвать среди силовиков? Все-таки, даже если мы всей правды сейчас не знаем и сказать не можем, что ждать от них, от российских силовиков? Я думаю, что сейчас и в структурах Минобороны, и в структурах администрации президента сейчас начинает процветать антипутинский настроение. Ну, то есть, царь ошибся, как они считают, царь совершил ошибку, проиграл. А почему мы должны за это отвечать? Я думаю, что это сейчас самое популярное настроение, которое сейчас там происходит. И, на самом деле, вот честно могу сказать, после мобилизации ситуация... Ну, вообще, все очень сильно ускорилось для Путина, потому что, если раньше он был достаточно популярным политиком, то после того, как он объявил мобилизацию, да, после того, как эта мобилизация пришла в каждый дом, то настроения в обществе стали очень сильно меняться. И сегодня в разных регионах, причем в тех группах, которые когда-то Путина поддерживали, уже начинается дискуссия о том, зачем нам этот царь нужен. Это происходит и в Москве, это происходит в Красноярске, это происходит в Екатеринбурге, во многих городах. То есть мобилизация очень сильно сейчас повлияла на настроение внутри российского общества. и люди, которые раньше не задавали никаких вопросов, люди, которые раньше считали, что, ну, политика – это какое-то грязное дело, пусть кто-то им занимается, а мы будем где-то в стороне, мы не лезем к вам туда наверх, вы не лезете в нашу личную жизнь. То есть вот такой был договор общественных. Сейчас все очень сильно поменялось, и сегодня, по большому счету, людей заставляют либо... Ну, какой выбор? Либо идти умирать, либо идти в тюрьму на 10 лет. Вот этот выбор никого не устраивает. Дмитрий, ну и продолжая тему силовиков, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на Керченском мосту в Твиттер. Давайте сейчас послушаем и продолжим. А теперь серьезно. ФСБ от ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны Генштаба. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун. Просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост. Напомню, фура заехала из РФ. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. Знаете, напоминает начало анекдота. Поссорились как-то твиттерские с фейсбучными. И тут приходят телеграммские. Но на самом деле, насколько правда может быть... Это может быть правдой, что конфликт так или иначе существует. И всегда он существовал среди правоохранителей. Особенно то, что касается полиции, например, ФСБ. Но в данном случае, если и пропустили этот грузовик, в котором там была, например, взрывчатка, то тогда в любом случае полиция взаимодействует... Министерство внутренних дел взаимодействует с Минобороны. Слушайте, я, когда слушаю все эти выступления, я иногда поражаюсь, насколько представители украинской власти более профессиональны в плане позиционирования, в плане продвижения своих нарративов. Я не буду комментировать еще раз версии, но могу сказать, что в данном случае украинское руководство выглядит гораздо в более выгодном свете. То есть они очень правильно позиционируются. И в отличие от российских силовиков и правоохранителей, которые на самом деле построили такое авторитарное общество, где, в общем-то, тебе не нужно быть каким-то профессионалом в области информационных или политических разных компаний. Поэтому они проигрывают информационную войну просто каждый день. Так что я бы не комментировал версии. Пусть комментируют те люди, которым нужно комментировать. Но могу сказать, что на месте подалека я бы, наверное, сказал то же самое. Ну а вот, Дмитрий, если говорить о российской реакции, с самого утра, как только пришла новость, это началась, ну, мягко говоря, истерика, особенно в право-радикальном, консервативном, ура-патриотическом, пропагандистском сегменте. Отметились практически все за целый день. Успели написать, призвать Путина жестко ударить. Вот это что? Почему мы видим реакцию пропагандистов, которая намного жестче, чем официальная реакция? Дело в том, что пропагандисты, они работают со своими аудиториями. Эти аудитории, они кормили своим пропагандой на протяжении многих лет. Совершенно очевидно, что они лучше чувствуют настроение в обществе. Они понимают, что нужно сказать, они понимают, как сделать так, чтобы тебе поверили. И совершенно очевидно, что они ближе к народу, чем к власти. Это говорит о том, что уже невозможно вот эти вот совершенно такие лобовые провластные нарративы продвигать. То есть уже не получается. Пропаганда уже неэффективна. Уже общество мобилизовалось. Путин объявил мобилизацию, общество мобилизовалось. И оно начинает задавать вопросы. Пропагандисты это чувствуют лучше других. Они начинают подстраиваться. Они начинают со своей аудитории заигрывать. Они пытаются этой аудитории понравиться. То есть это на самом деле говорит об изменении тренда, об изменении общественного мнения в стране. Интересно, как раз про общественное мнение, Дмитрий, пока у вас налаживается видео. А вот интересно, как вы думаете, какое на среднестатистического путиниста, людей, которые голосуют, поддерживают эту войну, вот какой эффект может иметь эта картинка взорванного моста? Это будет страх? Это будет желание предъявить претензию власти? Или это будет желание подтолкнуть власть к более агрессивной войне? Вот как может этот средний путинист отреагировать на это? Я думаю, что реакция будет в духе «король-то голый». Потому что Путин у всех всегда ассоциировался с человеком, которому, извините за непарламентное выражение, фартит. Да, ему везет. С ценами на «нет». Ему везет с какой-то мировой конъюнктурой. Ему везет на выборах. Ну, то есть он такой был везунчик. А когда уже горит Крымский мост, а вот это не просто мост, надо понимать, что это такой символический мост. Это мост имперского путинского величия. Это мост, который Путин построил, так сказать, проложив дорогу к новым территориям. Вот он восстанавливает Советский Союз и так далее. И вдруг этот мост горит. Это горит символ путинского фарта, путинского величия, путинской удачи. Вот, мне кажется, отношение будет таким. То есть все. Человек, которому мы раньше там верили, ему удача отвернулась от него. Вот, значит, надо смотреть, а кто есть вместо Путина. На кого дальше сделать ставку. Потому что Путин теперь ассоциируется с вот такими фейлами. Путин ассоциируется с взрывами. Путин ассоциируется, если он раньше ассоциировался с безопасностью, то теперь он ассоциируется, наоборот, с рисками для жизни, с рисками для свободы, с рисками, ну, вообще разными рисками. То есть теперь быть путинцем, ну, как бы не очень безопасно. Вот, мне кажется, какая будет реакция. Дмитрий, вы сказали, что, по сути, сейчас Путин, мы видим, что ничего не контролирует. Происходят какие-то вещи после его дня рождения, может быть, даже и не просто так это все случилось утром, сразу после юбилея. Да, вот мы с Сакеном до начала эфира вспоминали Ильфа и Петрова, и есть такое там выражение «мощный старик». Перефразируем. Мощный юбиляр, он достаточно мстителен. И сегодня, ну, уже многие написали о том, что, по сути, он может применить тактическое ядерное оружие по территории Украины куда бы то ни было. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что все видят, что он слаб. Соответственно, а кто его может сместить? И кто после Путина? То есть тут два сразу вопроса. А может ли применить ядерное оружие? И тогда точно его, скорее всего, сместят. Либо до того, кто это может сделать? Ну, Путин один не может применить ядерное оружие. Потому что нет никакого одного чемоданчика с одной красной кнопкой. Чемоданчика три. Значит, три человека должны нажать. Еще три оператора, которые носят чемоданчик. А дальше идет команда другим офицерам. То есть, на самом деле, даже если Путин вдруг такую команду дает, не факт, что ее выполнят. Как только эту команду не выполняет, он теряет власть буквально через секунду. Я думаю, что и Путин, и многие другие это прекрасно понимают. Так что, ну, не знаю, не похож, мне кажется, на фанатика, который готов будет, так сказать, остаться жизнью. Не знаю, я не буду здесь давать никаких прогнозов, потому что, мне кажется, надо спрашивать у лечащего врача или у психиатра. Это не вопрос экспертам и политикам. Но, на мой взгляд, здесь... Так, а второй вопрос был какой? Сейчас я уже, у меня вылетел из головы. Кто может сместить Путину? Кто, например, Патрушев или кто это? Кто может сместить Путина? Совершенно очевидно. Здесь есть вариант, значит, когда власть перейдет кому-то из ближайшего окружения Путина. Там борьба идет между условным кланом Патрушева, который ставит на своего сына. Есть кандидатуры всяких разных, назовем их так, значит, ну, люди типа Мишустина и Собянина, которые могли бы, наверное, получить какую-то там поддержку от части силовиков. Безусловно, на какую-то роль после транзита претендует Кадыр. Ну, такие люди, как Кадыров, такие люди, как Пригожин. То есть те, которые имеют некий силовой ресурс. Но, мне кажется, у технократов больше всего шансов в случае, если это все-таки власть переходит кому-то из ближайшего путинского окружения. Есть варианты, конечно, гражданской войны, есть много и других вариантов. Но хороший вариант это, если все-таки власть перейдет к той части элиты, той команде, которая заинтересована в прекращении войны, которая заинтересована в восстановлении отношений с западными странами. А это означает, что нужно не только войну закончить, а значит, нужно выплатить репарации Украине, ну и так далее. То есть там... Так, слышно меня? Не слышно, что-то со связью. Все хорошо, хорошо слышно. Да-да-да. Но у меня, Дмитрий, у меня тогда такой вопрос. Вот да, мы пока все сидим, гадаем о том, что там в коридорах кремлевских, на их дачах происходит. В принципе, не первый раз в истории России. А что вот конкретно вы сейчас переживаете опыт, как и многие россияне, изгнания? Что можно сделать вот там, находясь далеко от России? В экзиле. В экзиле по-украински, да. То есть просто наблюдать или вы пытаетесь как-то... Вот сегодня такой важный информационный повод. Крымский мост. Ну, что с этим всем делать людям, которые уехали? Пока уехали. Ну, надо понимать, что федеральные каналы и подконтрольные Путину медиа об этом ничего не говорят. Вот. Или, по крайней мере, если и говорят, то говорят не так, как мы бы хотели, да, чтобы люди об этом узнали. Поэтому то, что делаем мы, мы поддерживаем независимые редакции, независимые медиа. Мы эту информацию распространяем, несмотря на цензуру. Потому что все равно у многих людей есть возможность скачивать VPN. Мы можем находить гранты, мы можем помогать экзайл-журналистам, да. Вот. Это, может быть, не настолько заметно в качестве там какого-то влияния, да, на глобальный процесс. Но и поверьте, что если взять украинские телеканалы, если взять российские медиа, там, от Медузы до Дождя, Эхо Москвы, новые, которые появились, разные, значит, социальные сети разных политиков, то вместе всем мы очень сильно влияем на общественное мнение внутри России. Вот. Поэтому то, что мы делаем, это, в первую очередь, это участие, так сказать, в информационной кампании, информационной войне, а можно ее назвать, да. Мы также воюем против Путина, распространяя информацию. Вот. И это часть информационной, часть войны. Потому что, когда я, помню, учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. Вот. И на этой военной кафедре нам объясняли, что любая война, да, она, значит, состоит из разных, так сказать, составляющих. Информационная война, она очень важна. Вот. Мне кажется, что сейчас, помимо того, что происходит в зоне боевых действий, сразу идет война нарратива. Идет война, как бы, разных редакций. Идет война на информационном фронте. И вот мы в этом принимаем самое активное участие вместе с вами, кстати говоря. Я уверен, что многие люди, которые уезжают из страны, не хотят убивать украинцев, да, или уехали из страны, или прячутся, или живут не по прописке. Это те люди, которые посмотрели хотя бы один раз. Вас, нас, еще кого-то. Прекрасно понимают, что это дорога в один конец. Прекрасно понимают, что это война несправедливая. Вот так что, это то, что мы можем делать.